Сергей Логутин служил в Афганистане с 80-го по 82-й год в составе подразделения повышенной боеспособности. Воин рассказывает, бывшие сослуживцы поддерживают связь и видятся часто. Очень сильно мне врезалось в 81-й год, когда я находился на излечении в госпитале после ранения. И наши ребята попали в засаду. Обида была за то, что не может дать сдачи в данный момент. И тогда 16 человек заносили раненых, 12 человек погибло тогда при посадке вертушек. Духи устроили засаду и как раз при посадке их расстреляли. Война в Афганистане длилась почти 10 лет. В ходе нее погибло более 15 тысяч советских воинов. Ежегодно в Украине 15 февраля чествуют участников боевых действий на территории других государств. Концерт, посвященный 29-й годовщине вывода войск из Афганистана, состоялся в Малом зале театра оперы и балета. Нас объединила война, нас объединило братство, афганское братство. И сегодня мы были свидетелями того. Вот, знаете, подчеркнули чертой, когда выступали представители афганского общества, землячества, которые сказали нам добрые, теплые слова. Конечно, это было очень воспринято семьями и нашими матерями, погибшими вдовами. Они понимают, что их мужья, дети не зря погибли в Афганистане, потому что мы ехали туда не воевать. Мы ехали туда оказывать содействие, помощь. По словам Виктора Коваленко, в Харькове на данный момент проживают 5123 участника боевых действий в Афганистане. 128 человек отстаивали или отстаивают целостность Украины на Донбассе. Необходимо признать, что сегодня ветеранские афганизации воинов в Афганистане выполняют очень важную социальную функцию. Это патриотичное выхование нашей молоди. Очень много проектов, связанных с разворотом спорта, культуры, мистерства, освяти, сегодня действуют в ветеранской организации. Я, как всегда, хочу побажать и ветеранам, и всем лучшим гражданам Украины мир, злагоди и развитие нашей Украины. Почтить память воина все желающие смогут 15 февраля. Церемония возле памятника погибшим афганцам в районе станции метро «Научная» начнется в 10 часов утра. Ольга Куриленко и Алексей Жучков. Медиагруппа «Объектив».